Книга джунглей. Эта необыкновенная история произошла в джунглях Индии. Однажды пантера Багира, гуляя по лесу, нашла человеческого детеныша. Не зная, что с ним делать, она решила отнести его своим друзьям, волкам. Волки стали кормить и воспитывать младенца. Они назвали его Маугли. Маугли научился самостоятельно жить в джунглях, но пантера Багира всегда находилась неподалеку, готовая в любой момент прийти на помощь маленькому Маугли и защитить его. Маугли рос, и дикие звери полюбили его. Слоны стали его друзьями, зебры подружились с ним, даже маленьким енотом хотелось с ним играть. Одним из самых близких друзей Маугли был медведь по имени Балу. Балу всегда был весел, и вместе они чудесно проводили время. Оба они очень любили купаться в реке. Балу плыл на спине, а Маугли сухой сидел сверху на толстом животе медведя. Но не все звери в джунглях были друзьями Маугли. Тигр Шерхан ненавидел людей, поэтому он решил убить человеческого детеныша, не дожидаясь, пока тот вырастет и станет взрослым мужчиной. Он ждал лишь удобного случая. Вожак волчьей стаи знал, как опасен Шерхан, поэтому он решил, что есть только одно единственное место, где Маугли может находиться в безопасности. «Мальчика нужно отвезти в деревню человека», — сказал он. Багира согласилась доставить его туда. Маугли думал, что они с Багирой просто отправились на очередную прогулку по джунглям. Но когда Багира рассказала ему, куда и зачем они на самом деле идут, Маугли закричал «Нет, я хочу остаться в джунглях!» Багира попыталась убедить его, но Маугли не хотел и слушать доводы Багиры, и один убежал обратно в джунгли. Но он недолго оставался в одиночестве. Вдруг его кто-то подхватил и мгновенно вознес на вершины деревьев. Это обезьяны, висевшие вверху на лианах, дотянулись и схватили его. Обезьяны принесли Маугли к руинам древнего храма. Там царь обезьян ел бананы. Он с нетерпением ожидал увидеть пленника. «Открой мне секрет красного огня человека», — сказал царь обезьян. Но Маугли не знал, как зажигать огонь. Он не смог бы раскрыть царю секрет, даже если бы от этого зависела его жизнь. Царь обезьян уже начал злиться на Маугли. Но тут, к счастью, появилась Багира. И как раз вовремя, чтобы подхватить Маугли и убежать с ним прочь. Обезьяны бросились за ними в погоню, но Багире и Маугли удалось спастись. Багира сказала Маугли, что теперь джунгли становятся для него еще более опасными. Она опять стала настаивать на том, чтобы он пошел в деревню человека. «Нет, нет!» — закричал Маугли. «Я не хочу идти в деревню человека!» И больше ничего не говоря, он снова убежал еще дальше в джунгли. Вдруг Маугли оказался лицом к лицу с огромным тигром. Это был Шархан. Наконец-то он нашел Маугли одного-одинешеньким. Это был долгожданный, счастливый случай. Шархан выпустил свои большие когти и прыгнул на Маугли. Маугли решил, что ему пришел конец. Но Шархан приземлился в нескольких сантиметрах от него. Что же произошло? Оказалось, это Балу схватил тигра за хвост. Большой медведь поспел как раз вовремя. Шархан метался, пытаясь наброситься на Балу. Но медведь продолжал висеть на нем. Так как его клыки не могли достать Балу, Шархан попытался встряхнуть его. Желая высвободиться, Шархан хлестал хвостом, как хлыстом. Вдруг налетела гроза. Одна молния стреском ударила в соседнее дерево, и оно загорелось. Желая спасти Балу, Маугли схватил горящую ветку и бросился на тигра. Шархан так испугался огня, что кинулся прочь со скоростью урагана. В этих краях мы его больше не увидим, сказала подошедшая Багира. Маугли, Багира и Балу пообещали друг другу больше никогда не расставаться. И в этот момент Маугли увидел то, что он никогда прежде не видел. Это была девочка. Она набирала воду из водоема неподалеку от деревни человека. Маугли решил подойти к ней и помочь поднять кувшин с водой. Багири и Балу стало грустно. Но грусть их была мимолетной, потому что они понимали, что Маугли поступает правильно. Они видели, как он улыбается, поднимая кувшин с водой. Они смотрели, как он шел рядом с девочкой в деревню человека и махал им на прощанье рукой. Друзья Маугли знали, что его место именно там. Охраняя, они проводили его в его новый дом. Конец.